Сегодня, начиная с малого до великого, потому что даже наши дети, они попадают в ловушку этих социальных сетей. Они открывают свои аккаунты, там, начиная с 5-6 лет, это лайки, тик-ток, потом начинается инстаграм. Это способ общения нового, который, к сожалению, умело используется представителями этих деструктивных течений. Что можно сделать через социальные сети? Во-первых, можно показать себя жертвами, да, то есть героизация тех действий, которые они происходят, их оправдывание, легитимация, да, то есть то, что мы делаем, это правильно. То есть раз нас ущемляют, потом мы взрываем, это наш ответ на то, что нас ущемит. Потом идет призыв и непосредственно вербовка членов. Вот этот алгоритм очень хорошо усвоился. Эти люди, они, я думаю, даже привлекали профессиональных психологов, да. Социальные сети, они сами построили свою работу таким образом, что любой человек может посмотреть из какого региона, какого он вероисповедания, да, какие фотографии там, где он бывает вообще в целом, как он относится к религии. Если перечислять, что не смотреть, это получится ИГИЛ-1, ИГИЛ-2 и так до бесконечности. Но надо идти от обратного, что надо слушать, что надо смотреть, что смотрят ваши дети. И если это касается религиозных сайтов, то официальные сайты Духовного управления Мусульман Казахстана, у которых есть тоже свои аккаунты в социальных сетях, будь то в Фейсбуке, в Инстаграме, в Твиттере. Лучше идти проверенным путем, как бы натоптанной дорожкой по этой стезе, которую Духовное управление Мусульман Казахстана долго лет уже проклала. И если какие-то вопросы, у нас даже колл-центр работает, то есть по тем же социальным сетям, через Telegram, WhatsApp можно задать вопросы и получить на них ответ. То есть это онлайн постоянно доступно в 24 часа в сутки.